Партнеры второго сезона проекта «Жми, худей, смотри» на первом городском фитнес-клуб «Элита Спорт», медицинский центр «Приокский», а также центр снижения веса «Веснормоклиник». Здравствуйте! Меня зовут Евгения Иванова. Я похудела в реалити-проекте «Жми, худей, смотри» и передала эстафету стройности участницам второго сезона. Каждый из них предстоит потратить два месяца на то, чтобы изменить всю свою жизнь. До финиша еще далеко, пока вспомним, каким был старт похудения у наших героинь. Для двоих участниц путь к стройности начался с кастинга. Героинь второго сезона нашего реалити «Жми, худей, смотри» мы выбирали из нескольких десятков желающих. Я должна себя видеть красивой. Все меня видят красивой. Я должна себя видеть красивой. Растяжки. Это некрасиво. На спине растяжки. Купальник не надеть. Спина. Это не спина, 20-летняя девочки. Никак. Это некрасиво, это неэстетично. Так, как я выгляжу. Я бы могла выглядеть лучше. Борьба девушек с лишним весом всегда заканчивалась победой сладостей и фастфуда. Дошло до того, что в реальные 20 с небольшим биологический возраст каждой из них приблизился к возрасту 40-летней женщины. Но всего за два месяца участницы помолодеют. Здоровому образу жизни их обучат наставники проекта. В прошлой программе мы ничего не рассказали про третью участницу. Ее не было на кастинге. В проект девушка попала. Не побоюсь этого слова. По знакомству. Она моя коллега. Алло, Первый городской, добрый день. Да, здравствуйте. Знакомьтесь, Наталья Соколова, 32 года. Коммерческий директор Первого городского канала. Сразу скажу, Наташа не заняла чужое место в проекте. Ведь изначально предполагалось, что участников будет двое, как и в первом сезоне. Но в последний момент мы решили увеличить число худеющих. Дело в том, что мой журналистский эксперимент поменял отношение к питанию у многих в нашем коллективе. И вот живой тому пример. Наш директор Полина Буянова за несколько месяцев сбросила 10 килограммов. На самом деле, когда начался проект, все продолжали жить своей нормальной жизнью. Живем мы в офисе, по сути, ночуем дома. И редкие люди следят за своим питанием. Все продолжали. Где-то перекусы, где-то чипсики, где-то сосиска в тесте, пицца, еще что-то. Чтобы быстренько съесть на рабочем месте и дальше продолжать работать. Но когда мы начали видеть результаты, непосредственно твои, результаты Вани, твоего напарника, появился спортивный интерес. Я, по крайней мере, задумалась серьезно. Почему я так питаюсь? А почему я ем один раз в день и вечером? О том, как вкусно и калорийно любят покушать мои коллеги, я знаю очень хорошо. В то время, когда я ела отварную гречку с курицей, в редакции никто не стеснялся угощаться тортами и конфетами. Но только не Наташа. Вот, собственно, мой рацион, мое питание. Я уже месяц с собой таскаю баночки. Для этого нужен очень большой пакет. Вот. Все калории посчитаны, все порции взвешены. Для того, чтобы это было удобно, трачу вечерами много времени, собираю все это, высчитываю, взвешиваю, просчитываю, сколько это весит и как это вообще по калорийности. И таскаю все это на работу. Калории всего съеденного подсчитаны и занесены в пищевой дневник. Но месяц на правильном питании не принес результатов. На весах 95 килограммов и не грамма в минусе. Может, Наташа что-то делала не так без помощи специалистов? У людей, вот в моей профессии, да, люди, которые работают в офисе, и происходит небольшая подмена понятий, да. В течение дня есть ощущение того, что ты ведешь очень активный образ жизни, ты решаешь кучу вопросов, ты очень много общаешься, а на самом деле ты при этом сидишь. По-настоящему активную жизнь на ближайшие два месяца мы Наташе обещаем. И следить за ее похудением будем особенно пристально. Так что вперед к снарядам и тренажерам. Наставниками наших худеющих участниц фитнес-клуба стали по-настоящему сильные мужчины и по-настоящему профессиональные специалисты. Элит-тренер Николай Чистяков и персональный инструктор Александр Калачев. Николай знает каждый нижегородец, имеющий хоть какое-то отношение к бодибилдингу. Он не только построил свое тело, но и помог сделать это сотням спортсменов и клиентов. И сейчас перед Николаем стоит непростая задача – построить характерную Аню и ее талию. В камеру нельзя матом ругаться. Так. Я бы сказала, что я себя чувствую. Тяжело, и это понятно. Ведь до проекта Ваниной жизни не было даже дня спорта. Зато было много еды. Уставшая, раздраженная после тяжелого рабочего дня. Ты приходишь домой, избавляешься от упаковки и открываешь волшебную коробочку счастья. И вот они, красивые, вкусные. И отправляются в рот. И с орешком еще. Если не сладкий чай, ну, половину коробки прям вообще нечего делать. Конфеты одна за одной, но перед этим калорийный фастфуд. Вообще, на самом деле, у меня есть болезнь. Болезненная любовь к фастфуду. И очень часто, когда нет времени готовить, я приезжаю с работы, заезжаю либо в Макдональдс, либо я могу купить вот такое замечательное в магазине готовую уже картошечку по-деревенски. И обязательно сырный соус. Это без этого вообще никак нельзя. Так. Но, естественно, также у меня не обходится, к сожалению, без вкусного, вот какого-то холодненького лимонада. Вот. Иногда я покупаю лайт, но, мне кажется, разницы по зубам нету. Колбаса, хлеб, сосиски. И все это Аня ела изо дня в день. В картошке много не бывает, поэтому, чтобы вкуснее смотрелся какой-нибудь фильм, можно добавить еще картошечки. В компании с любимым фастфудом Аня могла провести весь вечер. Конечно, я стараюсь это делать реже, но если делаю, то делаю. И причем, если на меня что-то, меня что-то постигнет, то это не один день, это два дня, может быть, три дня. То есть я после работы заезжаю в магазин, и вот у меня что-то хочется. Особенно, кстати, под вечер у меня еще всегда хочется почему-то. Эта привязанность к жирной пище привела к тому, что любимая одежда оказалась под угрозой утилизации. Это 48-й размер. В прошлом летом у меня как раз сейчас все тянет. Причем, когда я полнею, у меня всегда полнеет верх. Вот. И, конечно, он меня не застегивает. В общем, конечно, он меня застегивается, но выгляжу я, ну и как, сосисон. Сейчас задача одна. Единственная на сегодняшний момент – это увеличить мышечную массу. За счет мышечной массы мы раскрутим метаболизм. Метаболизм – это обмен на веществ. То есть чем больше у нас мышечная масса бедер, тем сильнее у нас метаболизм. То есть за единицу времени у нас сжигается больше килокалорий. Так, еще разочек. Хорошо, держим, держим, держим. Работаем, 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 работаем. Молодец, хорошо, хорошо. Теперь Аня будет проводить вечера не с картошкой перед телевизором, а со штангой в спортзале. А проследит за этим наставник девушки. Давай, давай. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодец. Мало просто тренироваться. Семьдесят процентов успеха – это правильное питание. Необходимо учитывать и время приема в пище – каждые два-три часа. Забудьте правила «завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу». Хотите похудеть – съешьте все сами. А еще несколько раз перекусите. Сбалансированное питание также должно сочетаться с режимом тренировок. За полтора-два часа до физнагрузки можно съесть крупы, например, гречку. Это медленные углеводы, дающие энергию надолго. Если нет возможности полноценно поесть, перекусите продуктом, в котором содержатся быстрые углеводы. Но никаких пирожных. Банан или зеленое яблоко за полчаса до тренировки дадут нужную энергию. Это некий перекус. А кушать мы должны достаточно часто. Там, предположим, шесть, пять раз минимум. Соответственно, мы успели даже в этот момент покушать. У нас не должно быть перепада уровня сахара в крови. И если она немножко дольше во время выдержит, то у нее начнется чувство, будем говорить, состояния бауизма. Она постоянно, вернее, сильно будет хотеть есть. Она не будет контролировать себя. Важно, чтобы перекусы не выбивались из того калорийного минимума, который специально для вас определяет тренер и диетолог. И, кажется, Аня уже начала отучать себя от вредного фастфуда. Мы находимся на работе. Мы накушаем. Тут люди поют. Только наши сотрудники едят нормально. Аленочка, вкусная такая? Солененькая? А я ем. Стой, Арина. Арина, держи ее. Держи, держи. Надо. Держи. Стисни зубы и держи. Я не слаба. Я не слаба. Я не слаба. 10 секунд отдохни. Привыкают к режиму усиленных тренировок и подопечные Александра Калачева. Арина и Наталья. Девочки, держим планку. Это нужно для того, чтобы летом по пляжу в купальниках гулять. Здесь укрепляются ноги ваши, мышцы пресса, прямые мышцы спины и руки. Поэтому держим, стоим до последнего. Перед занятиями с тренажерами Александр решил сделать упор на статические упражнения, которые очень полезны для тех, кто хочет сбросить вес. Еще 10 секунд. А, я смахну. 5. Достаточно. Проходи. Как выяснилось, замереть на 30 секунд в одной позе не так уж и просто. Еще немножко. Не больно? Не больно? Иди сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арина, выдыхай, когда толкаешься от себя. Выдыхать нужно всегда в момент максимального усилия. Это нужно для того, чтобы твои мышцы не восхищались кислородом. Не было дополнительного воздействия на твой желудок от легких. Поехали. Самое важное, когда вы только начинаете ходить в спортзал, не переусердствовать. Распространенная ошибка многих девушек-новичков – браться за все тренажеры сразу. Поэтому не поскупитесь на несколько персональных тренировок. Грамотный инструктор всегда даст совет и проследит за вашей техникой. Саша, а у меня в основном таких тренировок не станут только в гобби-билдере большие? Нет, Наташ, не станут. Шире можно стать, только если дома сидеть и кушать булочки и конфетки. А девочки, которые ходят сюда, они меняются. Без запрещенных препаратов девушка не станет больше. Наоборот, если она будет заниматься под присмотром грамотного тренера, который составит ей программу тренировок питания, она станет только гармоничной и будет радовать и себя, и окружающих тем, как она выглядит. Это очень тяжело. Это просто действительно очень тяжело. Я, ну, как говорится, любишь жирать, а это уже кафре. Любить заниматься. Сложно соблюдать диету, когда ты никогда так строго не сидел на диете. Сложно заниматься, сложно просыпаться после дима утра, чтобы приезжать на тренировки. Спасибо моему тренеру, что есть человек, который следит за мной. И даже если у меня не будет сил, мне кажется, мне будет очень стыдно что-нибудь съесть, потому что я знаю, что я завтра к нему приду и встану на весы. А на самом деле очень тяжело. А вот у нашей Ани, кажется, начались первые эмоциональные срывы. Чтобы время не нажалось к себе, у девушки не оставалось, Николай решил добавить еще немного спорта. 22, 23, и последний. Отлично. И возвращаясь к теме питания до и после занятий. Золотое правило всех спортсменов – съесть белок после тренировки подходит и для тех, кто не набирает мышечную массу, а сгоняет жировую. Если поесть белковой пищи, а это, например, яичные белки или обезжиренный творог, после занятий нет возможности, поможет сывороточный протеин. Не пугайтесь спортивного питания. Оно не имеет ничего общего с анаболическими стероидами. Это такая же еда, как и та, что находится в вашем холодильнике. Самое важное, чтобы прием спортивного питания был под присмотром опытного тренера. Все мы выходцы из детства. И когда мы совсем были маленькими, киндерами, мы в любом случае пили и поушили детское питание. И вот в данном случае это некая аналогия детского питания, потому что здесь разница лишь только в одном. Здесь пониженное содержание жиров и пониженное содержание углеводов. То есть здесь практически это только чистый белок. Уже скоро узнаем, каких результатов удалось добиться нашим участницам за первую неделю проекта. Впереди промежуточное взвешивание. А пока наша Наташа отправилась в медицинский центр, где уже врач будет помогать разбираться в причинах замедленного обмена веществ. Самое главное, что у вас просматривается, недостаток клетчатки в питании. То есть это однозначно нехватка овощей и несладких фруктов. Компьютерная оценка питания помогла понять, каких компонентов не хватает Наталье в ее ежедневном рационе. Врач-диетолог Ирина Бабенко, опираясь на данные исследования, определила необходимые для здоровья Наташи продукты. А полный биохимический анализ крови выявил, что у девушки уже есть начальное нарушение холестеринового обмена. Это может быть одной из причин лишнего веса, ведь холестерин не только отвечает за сердечно-сосудистые заболевания. Это одна из составляющих жирового обмена. Поэтому и рекомендуется всегда ограничение яичных желтков, ограничение жирных сортов мяса и животного жирова, то есть сливочного мяса. Вот мы сейчас занимаемся спортом, и нам говорят, что яйца входят в рацион. Вот как нам с ними быть, как к ним относиться вообще, нужно ли их есть? Я в такой ситуации рекомендовала все-таки делать белковые омлеты или другие блюда на основе яиц. То есть желтки оставлять один-два в неделю буквально. При нарушении холестеринового обмена не рекомендованы мясные супы и бульоны. В этом случае предпочтение стоит отдавать овощным и грибным первым блюдам. Хотя до сдачи анализов Наташа думала, что куриный бульон, ну точно ей не повредит и фигуру не испортит. Еще вопрос по поводу соли. Вот как бы она же не калорийная, а тем не менее и тренер, и вы говорите, что ее употреблять не нужно, и вообще как бы исключить ее из рациона. Скажите, пожалуйста, чем она вообще вредна и чем она вам насолила? Соль исключать полностью может быть и не нужно, но ограничить ее поступление максимально. То есть буквально от 1 до 5 граммов в день. Это связано с тем, что это натриевая соль, плотной кислоты. И натрий является одним из веществ, который задерживает в организме воду. То есть при поступлении значительного количества соли вода будет задерживаться внутри клеточная. И как бы эффекта от диеты не будет. И нагрузка на сердечно-сосудистую систему будет увеличиваться. Поэтому эти рекомендации совершенно оправданы. А вот добавлять приправы в блюда можно. Острые специи, такие как куркума, карри, красный и черный перец, ускоряют метаболизм, то есть обмен веществ. Но на первых этапах диеты ими лучше не увлекаться, потому что жгучие приправы еще и повышают аппетит. Также острые специи противопоказаны людям, у которых есть проблемы с желудком. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Ну, добрый день. Еще одним наставником наших участниц стал психолог Андрей Костров. Ведь цель девушек не только похудеть, а удерживает результат всю жизнь. Поможет мотивация. Но чтобы она не пропадала, нужно точно понимать, ради чего все начиналось. Я себя начала чувствовать, правда говоря, как я себя чувствовала в школе. То есть у меня в школе были проблемы с весом, естественно, были и обиды, и избиения, и все было в школе. И то есть вот на данном этапе я себя чувствую вот этой вот школьницей забитой. Мне прям хочется где-то в чем-то спрятаться, да, чтобы меня никто не видел. У Арины проблемы с личной жизнью. Этот факт. Она связывается своими лишними килограммами. И сейчас для нее лучшей мотивацией может стать большое желание создать свою семью. Ну, вот по поводу семьи, когда рассказывали, да, то есть мои желания. Для меня это достаточно тяжелая тема. Вспомнилось очень много моментов, которые, ну, задели очень сильно в детстве, сейчас задевают, и хотелось бы изменить. Я не хочу остаться одной в будущем, потому что я понимаю, что, ну, как бы уже делаю планы, даже дохожу мысль от того, какая я буду в старости, что я буду делать в старости, да, и я понимаю, что если я сейчас останусь одна в старости, ну, даже некому будет подать стакан воды. То есть вот меня вот это вот пугает, вот эта вот, вот эта картинка будущего у меня пугает. Беседа с психологом не оставила равнодушной Наталью. Я чувствую какого-то непонимания, почему так, вот, непонимания, почему я вдруг решила, что для меня это не важно, потому что я всегда была привлекательной для окружающих людей. И как-то я сумела так с собой хитро договориться, что, ну, ну, и так хорошо. А ведь всего пять лет назад Наталья весила 70 килограммов, а не 95, как сейчас. Длинноногая, стройная, всегда приковывающая взгляды мужчин. Вернуться в прежнее тело девушке помогут не только в спорте диета, но и в правильно поставленной цели. Хорошо, вот попробуйте представить себя, вот, себя в стройном теле. А вот как это будет, как это будет, как вы себя будете чувствовать, что хочется сказать, что хочется сделать, как вы себя, в какой одежде вы себя видите, да, то есть, кого рядом вы видите с собой, вот, в стройном теле. Совет худеющим. Рисуйте в своей голове яркие образы. Например, представьте максимально точно купальник, который вы наденете, когда добьетесь цели. Важно все, от цвета до фасона. Представьте себя в этом купальнике, на пляже, в шляпе, около пальмы. Важна каждая деталь. Рисуйте в своей голове эту картину почаще, особенно, когда захочется сорваться. Мне важно, чтобы человек все-таки перестал бороться. Вы знаете, вот, есть такой образ, я не знаю, можно сказать, девизом даже, сдайся и стань стройной. Потому что, когда человек борется, постоянная такая борьба с весом, это еще больше вызывает внутреннее напряжение. От этого внутреннего напряжения еще больше хочется защититься, куда-то спрятаться. В общем, такой замкнутый круг, вы, получается. Ну, я бы даже так назвал, замкнутый круг пищевой зависимости. То есть, человек держится, рано или поздно срывается, себя за это корит, потом жалеет себя, пожалеет себя через еду. Ладно, в следующий раз. В следующий раз наступает опять какое-то событие, что вот, надо, надо, все, и по замкнутый круг. Итак, что же покажут весы? Позади полностью целая неделя у нас прошла интенсивных плотных занятий. И сегодня очередные взвешивания. Встаем, Анна. Так. Смотрим на весы. Встаем ровненько, ровненько. Ровненько, ровненько. Ровненько. Все, не дышим. Зафиксировались. 80,9. Пожалуйста, зафиксируйте. Да, чудеса. Минус 5 килограммов ровно за неделю. Результат потрясающий. Радости Ани нет предела. Минус 5 килограммов и 100 граммов. А какие результаты у ее напарниц по проекту? Так, девочки, позади у нас неделя тренировок. В нашем клубе для каждой из вас индивидуально мы составили программу питания. Исходя из наших целей, учитывая пожелания диетолога и отталкиваясь от медицинских анализов, которые вы делали в медцентре. Давайте посмотрим, какие у нас подвижки. Наташа, наконец, смогла победить первые лишние килограммы. На весах почти минус 4. А вот Арина кажется не очень довольной результатом. Утром весы показывали меньшие цифры. Арина, начнем с того, что в течение дня ты покушала уже несколько раз. За время тренировки ты выпил несколько стаканчиков воды, которая нужна для того, чтобы восстановить гидробаланс в организме в твоем. Поэтому сейчас весы показывают больше, чем показывали они с утра. Взвешиваться надо утром натощак и в легкой одежде. Весы всегда ставьте в одно и то же место. Сделав все по правилам, Арина увидела долгожданный минус. Почти 8 килограммов растаяли. Итого на троих наши героини сбросили за одну неделю 16 килограммов и 700 граммов. Браво девушке! Возникает вопрос, а не вредно ли это? Если человек скидывает жировую массу и воду, то это только полезно для его здоровья. Легче для сердца и легче для самого человека. Кости, суставы, с них вес лишний снимается. Арина сама говорит, что раньше она ходила намного меньше, могла пройти за определенный промежуток времени и силы у нее быстрее кончались. Сейчас она, пожалуйста, ходит по 20 минут на дорожке с уклоном и говорит, давай мне еще. На сегодня все. Еще больше спорта и меньше вредной еды в новом выпуске второго сезона проекта «Жми худей, смотри» на Первом городском. Меняйтесь вместе с нами и следите за достижениями участниц в социальных сетях под нашим хэштегом. С какими трудностями сталкиваются наши участницы у себя дома? Ну что, наш ужин готов. Естественно, моя семья продолжает питаться, как обычно. Курица жареная, макарошки с подливкой. Ну, я, естественно, в единическом питании. Все как положено. Греча, пареная без соли, курица без соли. Добавил немного свежих трав, чтобы вкуснее было. Ну что, пожелайте нам приятного аппетита. Новый выпуск проекта «Жми худей, смотри» на Первом городском каждое воскресенье в 11.30. А для тех, кто не успел, в четверг в 19.00. Появилось такое понимание, ну, блин, мы работаем на телевидении. Блин, сказала. Работаем на телевидении. Сейчас. Сними вот этих, вот. То они жрут, то жрут. Ржут и жрут. Жрут и жрут. Работаем. Улыбочку, улыбочку. Ну, постарайся. Так, так. Еще 15 секунд. Режу. А что ж, у меня таких тренировок многие не станут, потому что бодибилдер, как их называют? Бодибилдер. 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 Бодибилдер, да? А наши участницы уходят домой. Бодрые, веселые, легкой походкой. Бежим отсюда. Бои-бои-бои. Фитнес-клуб бизнес-формата «Элита Спорт». Здесь знают толк в похудении, построении мышц и создании красивого тела. Тренеры фитнес-клуба способствовали уже не одной истории преображения, герои которых, изменив себя, смогли изменить свою жизнь. В «Элите Спорт» каждый сможет найти то, что ему по душе. В расписании групповых тренировок присутствуют авторские программы, которые вы не найдете больше нигде в городе. Фитнес-клуб оснащен качественными и функциональными тренажерами ведущих мировых производителей. В тренажерном зале на каждую группу мышц представлено несколько различных тренажеров, так что ваши занятия будут насыщенными и разнообразными. Кардиозона клуба «Элита Спорт» тоже не похожа на остальные. Это своеобразный кардиотеатр, в котором создана атмосфера кинозала с объемным звуком Dolby Digital Surround. Удобная планировка фитнес-клуба, оборудование премиум-класса, наличие банного комплекса, а также команда тренеров-профессионалов – все это сделает ваш тренировочный процесс эффективным и приятным. Улица Горькова, 151, телефон 212-84-48. Худейте на здоровье под присмотром специалистов. Медицинский центр «Приокский» – это полный спектр медицинских услуг. Разработка индивидуальных программ лечения и реабилитации, при необходимости – лечение в дневном стационаре. Все виды медицинского массажа – выезд любого специалиста на дом для консультации и проведения лечебных процедур, включая анализы, УЗИ и инъекции. Отделение акушерства и гинекологии – решение проблем лишнего веса с учетом показателей здоровья. Только до 1 июля прием диетолога и полная компьютерная оценка питания всего за 1500 рублей. Улица Тропинина, 4А. Телефон 215-200. Заручитесь поддержкой грамотного психолога Центра снижения веса «Веснормаклиник». Психологическое отделение многопрофильного центра включает в себя широкий спектр тренингов, которые позволяют решать различные проблемы и жизненные задачи. Похудение без БАДов, гипноза, котировок и диет. Результат от минус 3 до минус 8 килограммов в месяц. После достижения цели вес не набирается обратно. И лучшие тому доказательства – стройные и счастливые клиенты центра «Веснормаклиник», которым удается удержать результат в течение нескольких лет. Я пыталась на многих диетах сидеть, контролировать себя, но, к сожалению, поддержки, ну вот чтобы кто-то тебе сказал, да, ты правильно делаешь, такой не было. А когда я пришла, обратилась к специалистам, то, во-первых, грамотно объяснили, что со мной происходит, почему я поправляюсь, почему я набираю вес. И грамотно также объяснили, что с этим нужно делать. Улица Грузинская, 37А. Телефон 291-70-20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»